Негодный монах, ты здесь живешь столько лет, но не сподобался тех духовных дарований, которые есть у меня. Обжоры могут исцелиться сами, блудников исцеляют, ангелов, а градицов сам Бог, потому что от людей эта страсть становится неисцельной. Вячеславный человек выглядит очень глупо со стороны, но свою глупость он понять не способен. Те вразумения, которые тебе дает Бог, духовник, твои близкие, которые говорят, что ты идешь к пропасть, они все становятся твоими персональными врагами. И душа мчится на черных мыслях, крыльях погибели, да, и человека ждет поражения по всем вронтам. Смирение помогает отсечь страх, сомнения, колебания, а гордый человек не способен отсечь, потому что он даже не способен понять, что в своем сознании есть и что-то, что не является тобой. Сегодня на портале Экзигет мы поговорим о гордости. Гордость считается одной из самых опасных страстей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, говорит Священное Писание. Как же бороться с гордостью, как увидеть ее в себе и как достичь смирения, о котором говорит Слово Божие. Об этом мы сегодня поговорим с насельником Соловецкого монастыря и романахом Прокопием Пащенко. Отче, здравствуйте. Добрый день. Батюшка, что же такое гордость, откуда она берется и как она себя проявляет? Ну, можно сказать чуть позже о таких уже богословских, что ли, взглядах на гордость, как она вообще появилась в нашем мире. А вкратце можно даже ответить не языком Священного Писания, а с практической сути. Потому что некоторым людям не импонирует идея смирения, потому что у них есть такой стереотип, что смирение – это некое раболепство, пассивность и апатия. Вот если взять практическую суть, даже, так сказать, приближенную к психиатрии, что гордость – некритичность собственным мыслям. Да, и Василий Книшемский, он справедливо заметил, что гордый человек, ну, привыкший носиться со своими мыслями как с нечто таким важным и ценным, он даже не способен критически проанализировать то, что у него в голове, потому что он считает, что раз я гений, значит, все, что есть в моей голове, оно гениально. И в качестве просто образного комментария к этому можно дать такой образ Анастасии Филипповны, героине романа Достоевского «Идиот». Как раз Анастасии Филипповне было известно, что она следовала с беспощадной решимостью в реализации своих фантазий, даже самых опасных. И как раз, когда князь Мышкин смотрел на… То есть, не помню, князь или это Мышкин, в общем, они с героями глядя на лицо Анастасии Филипповны говорят, что ужасно гордое лицо, ну, как бы добра была, спасена была бы. Кстати, гордость, как привело, что некритичность собственной мысли. Анастасия Филипповна придумала, что она женщина падшая, и что для нее нет возможности какого-то исцеления. И когда она мечтала, чтобы появился в его жизни человек, который предложит руку и сердце, такой человек появился, она придумала себе, что нет, невозможно, да, и погубила в итоге и Рогожина, и себя, и князя Мышкина. Практическая суть смирения стоит вовсе не в раболепстве. Вот если привести тоже какой-то яркий пример, это пример из книги, даже из-за автобиографии скорее, можно так сказать, монахиня Елены Казимирчак-Полонской «Действия благодати Божьей в современном мире». Она монашки постовик приняла в очень зрелом возрасте, она была ученой, доктором наук. И как раз ее воспоминания начинаются с конца Второй мировой войны, где муж ее оказался в немецком концлагере. Ей нужно как-то платить за еду для себя, для своего сына, за жилье. Так как идет война, то жилье можно плачать только за твердую валюту, но никакие обещания на завтра не принимать, потому что завтра ты можешь быть убит. И вот один человек предложил заехать в Варшаву и вывезти оттуда клад. Так в Варшаве было восстание, немцы блокировали Варшаву, и если ты без мандата окажешь в Варшаве, тебя расстреливают. И вот монахиня Елены говорит, что с одной стороны нуждался в деньгах, но с другой стороны голос этого человека не понравился и весь тон. Но она стала молиться, и ей пришло некое понимание, что надо ехать. То есть, иными словами, смирение заключалось в том, что если ты понимаешь, в чем сейчас стоит истина, как бы это громко не звучало, истина — это истина, то, что есть. Значит, вот сейчас ситуация тебя призывает к этому. Конечно, у тебя есть какие-то твои личностные колебания, сомнения, рефлексии, но ты понимаешь, что если тебе надо идти туда, ну или для солдата, идти вперед, то смирение помогает отсечь страх, сомнения, колебания. А гордый человек не способен отсечь, потому что он даже не способен понять, что в своем сознании есть и что-то, что не является тобой. Если соедините с предыдущими нашими эфирами про зависимость, в том числе наркоманию, гнев, то гордый человек не способен избавиться от страсти, потому что он не способен посмотреть на страсть, как на нечто чуждое. И гордый человек воспринимает вот этот страстный посыл, как то, ради чего я должен, ну не знаю, предпринимать усилие, должен защищать это изо всех сил. Как и, например, родители защищают, даже когда их ребенок совершает какую-то явную ошибку, если он в этой ошибке будет развиваться, он погибнет, но они все равно его защищают, не понимая, что роют могилы себе и ему. Ну а о богословских, я думаю, уже можно чуть позже сказать, чтобы сейчас не перегружать заранее зрителей, чтобы они поняли, что это не то, что мы церковники, что они придумали церковники, чтобы держать весь народ в поминовении, но есть такие взгляды, что специально создали православие, как некую такую очень мягкотелую религию, которая вот некогда живших славян здесь, в общем, сделана мягкотелыми. Но мы просто смотрим из истории, вроде действительно наш народ очень любил говорить о смирении, да, она воспевалась там, и у нас и богатыри были смирены, но тем не менее, все, кто приходил с мечом в страну смиренных людей, да, они там и оставались, потому что смирение, и Александр Невский был смиренным, да, как о нем рассказывали летописи, но когда дело стало о защите своей страны, ты должен уже как-то поступать к другому. Смирение позволит тебе просить личную обиду, да, но ради любви к другому ты должен уже браться за меч. А чтобы еще вот разобраться в понятии гордости, тщеславие, гордость, гордыня, в чем разница? Ну, нередко, как говорят, что когда особенно об этом размышляют светские авторы, которые, например, в пессилологической литературе, люди не могут разобраться, что же такое гордость, это хорошо или плохо. Кстати, примитивно, вот в прошлой беседе «Гнев» тоже может провести некую параллель, что когда уходит какая-то целостная картина мира, восприятие человека, светский автор, который лишен вот этой какой-то смысловой вертикали веры, он не способен дать ответ, вот это движение души, оно хорошо или плохо. С одной стороны, когда говорят о гордых людей, можно сказать, они инициативные, предприимчивые, да, с другой стороны, они рушат себя, да. И поэтому вот эти развлечения, гордость и гордыня, они имеют скорее как, или говорят, методологический характер, или это просто скорее на уровне фольклора и поэзии. Люди говорят, что у меня есть гордость за свою страну, но гордыня – это плохо. Но четкого раздельяя критерия нет. Если по сути вопроса тщеславия, духовный автор воспринимается как некая начальная стадия. То есть тщеславный человек, ну, он любит пищегалевать, любит как-то лишний раз в обществе сделать акцент на своих каких-то успехах. С одной стороны, тоже культивируется, но надо помнить, что духовные авторы говорили, что страсти, помимо и волевых усилий, преодолевается еще ведением. То есть ведение, когда у нас формируется такая панорама действительности, когда мы понимаем причины следственной связи, которым пронизано это мироздание, и мы уже в каком смысле умеем предугадать действительность, как, кстати, академик Павлов говорил, познать, что такое действительно есть, ее возможность предугадать. И мы уже знаем, что тщеславный человек, как бы это сейчас не пропагандировать, но сигнализируя о себе, скорее всего, он пожнет презрение. Ну, некоторые кадры с тщеславия, когда я еще был в одном очень известном лагере, уже пионерии не было, ну, да, зеркальный такой существовал Северный Артек, там были свои такие традиции, в начале смены, все знакомились, ну, каждый говорил что-то о себе. И вот один человек взял очень такое, ну, все говорят кратко, он взял такое длительное слово очень, что он знает столько-то иностранных языков, и туда-сюда, но вместо всеобщего уважения, он, пожалуй, всеобщее презрение, да, и он даже не остался до конца смены, потому что ряд последних ошибок привел к этому затяжному конфликту с окружающими. Плюс тщеславный человек, он перестает замечать, что он вообще делает в реальности, и бывает, когда тщеславный человек охвалят, ну, вот эта известная сказка про ворону и сыр, он, это похвала, такое ощущение, что в нем блокирует, какой-то инстинкт самосохранения, как глухарь, да, в момент брачного периода, он просто не слышит, как подкрадывается охотник. И тщеславный человек выглядит очень глупо со стороны, но свою глупость он понять не способен. И поэтому тщеславие, конечно, кому-то может очень импонировать, потому что оно как бы яркое, самопозиционирующее, да, но если проследить историю тщеславия в социальном пространстве, в практической сути, да, скорее всего, она ведет к изоляции человека, да, к тому, что другие его отталкивают, и к последовательному серии закрепленных ошибок, которые становятся закрепленными. И тщеславие при своей уже развитии становится гордостью. Здесь можно опять вспомнить учение о доминанте, который в прошлом эфире про гнев мы разбирали. То есть уже как бы предельное развитие тщеславия переходит на стадию, когда эта форма поведения, мышления, она закрепляется. И человек на каком-то этапе становится неспособным увидеть, что он совершает какие-то вещи неадекватные. То есть гордость ослепляет человека в какой-то мере, да? Ну не то, что ослепляет, гордость становится точкой входа в очень страшное состояние, измененное состояние сознания. То есть, ну если здесь, я не фанат психологии, но так иногда почитываю, вот, в частности, когнитно-поведенческий подход, да, он предполагает, что, кстати, очень хорошо наслаивается на цитоотическую мысль, да? Ну вначале у тебя есть помысел, потом, когда формируют чувство желания, потом уже некий навык. Вот эта цитоотическая цепочка, когнитно-поведенческая терапия примерно так же рассматривает, да? Ну и многие расстройства, антисоциальное поведение и прочее, ну по сути, если на них посмотреть, это и есть гордость, да? Ну гордость — это фиксированность человека на собственной модели, которую он не ставит под сомнение. То есть она, он не критически к ней относится, он просто воспринял как данность, ну то есть все для меня, я здесь главный, и в итоге человек ничего толком добиться в жизни не может, потому что добиться в жизни может только через конструктивное взаимодействие с окружающими, через когда-то напитываешься какой-то информацией, читаешь, воспринимаешь, советуешься, да? В городе человек попадает в некую изоляцию, и самое главное, потом он живет в этой модели, она становится уже патологией, ну не совсем человек инвалидизируется, иногда говорят, что есть некие дисфункции, но помочь такому человеку крайне тяжело, потому что он не готов отказаться в своей модели, с его точки зрения вы все дураки, да, и поэтому даже Иоанн Леичник говорил, что обжор, ну я так, в своем славе скажу, обжоры могут исцелиться сами, блудников исцеляют ангелов, а гордецов сам Бог, потому что от человека, от людей эта страсть становится неисцельной, потому что гордец он никого не считает достаточным для того, чтобы получить от него советы. Мы уже с вами говорили о том, что страсть – это искаженная работа той или иной силы души. Вот, например, если говорить о гневе, то это искажение некой силы, которую Господь дал человеку для того, чтобы он, скажем так, отсекал от себя все то, что ему вредит, и то, что ему мешает идти к Богу. А вот страсть гордости, она на каком полезном, на каком естественном феномене базируется? Что она искажает? Ну, я не столь сведущий статической письменности. Наверняка этот ответ есть у Жан-Клода Ларше. У нее замечательная книга «Исцеление духовных болезней». Она толстая, но она вызывает просто восхищение. Я когда читал, что Ян Краштадский аплодировал, когда читал творение Селияна Задоуста, я не мог понять, что можно аплодировать, когда ты читаешь книгу. Но когда я стал читать Жан-Клода Ларше «Исцеление духовных болезней», я действительно понял, что можно просто аплодировать автору. Настолько он четко и изумительно описывает. Ну, корень всех зол – себелюбие. Неразумная любовь к себе. И я сейчас пока не готов ответить прямой на вопрос, потому что все-таки в человеке есть какая-то, как есть такое термение, интенция, некое стремление к инициативности. Хотя у меня прямого цитатического цитата на этот счет нет. И вот это искажение, может быть, того, что мы должны предпринимать, потому что иногда, ведь если считаешь истории новомучеников и тех, кто был в критических ситуациях, иногда им приходилось принимать непростое решение и вкладываться в это непростое решение всеми силами души. Да, но за счет того, что у них все-таки была какая-то картина мира, какие-то конструктивные представления, они могли выбрать для этого, ну, вложить силу души, и это решение, оно приводило к благим последствиям. Сейчас, например, для людей нерешительных предлагают так называемое сертивное поведение, да. Ну, это термин, заимствованный из бизнеса литературы, который предполагал агрессивное ведение переговоров. Да, но потом некоторые авторы уже, хотя из этого термина не исходит этот смысл, ну, прибавили, что не только агрессивное ведение переговоров, но умение слушать. И в итоге некоторым людям робким, да, чтобы им как-то, они могли себе придать весу, им совет развивать это сертивное поведение, но если у человека не появилось это смысловое вертикаль, то это превращается в агрессивную тупость. Человек начинает переть, как танк, и считать, что это хорошо. Ну, в качестве, может быть, ответа на вопрос, я бы вот здесь как раз задал бы о богословских, может быть, основаниях, с помощью которых мы оцениваем гордость, и, по крайней мере, можем ее оценить с точки зрения тех сил души, которые ей противостоят. Вот если вкратце можно вспомнить, да, о грехопадении первых людей, Адама и Ева, которым Господь дал определенное задание. Ну, предваряя это скажу, я это всегда говорю, когда практически вспоминаю об Адаме и Еве, многие эти люди воспринимаются как миф. Но вот про Тимофея Буткевича в своей фундаментальной работе «Злого сущности происхождения» приводит взгляды ученых на это событие, что у всех народов мира, которые даже исторически между собой никак не контактировали, есть память, ну, как бы есть это предание. И ученые, этнографы пришли к выводу, что если народы между собой не взаимодействовали, не было культурного обмена, но у всех народов есть, как бы, эта мысль, значит, скорее всего, речь шла действительно об историческом событии, которое зафиксировано было, ну, вот, в исторической памяти. Просто Библия отвечает на это, как бы описывать все очень кратко, и мы навульгализируем, ну, съел яблоко, и что там, из-за яблока меня Бог там куда-то отсылает, но мы забываем о том, что, как бы, священное описание, как бы, описывает главные и какими-то образами, для которых тоже нужно расти. И вот духовные авторы как описывают эту ситуацию? Что она очень, кстати, практичная, что, во-первых, у людей было определенное задание, во-первых, победить в раздробленности на два пола. Сейчас мы знаем, есть мужские сообщества, женские сообщества, которые ненавидят друг друга. И вот, соответственно, через взаимную любовь стать одним целым, оккультурить окружающее пространство, распространить пространство Эдема на все окружающее. И это задание для нас, что действительно человек, христианин, он должен, по идее, создавать более минимированную обстановку вокруг, вот как Серафим Саровский сказал, спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя. То есть, если действительно человек стяжал вот эту христианскую любовь, мир, вокруг него собирается очень много людей, потому что вокруг него состоится какое-то здоровое пространство. И человек, кстати, он даже, как неверующий психиатр Антон Кемпинский, говорил, человек, если он не распространяется вовне, ему трудно считать себя живым. И вот это все-таки установка НАТО, она присутствует в живом организме, то есть в живом человеке. Не сломать окружающую реальность под себя, а, кстати, вот то, что ты правильно сказал, что это присутствует внутри, вот это, может, задание, да, но если человек не воспринимает это задание с позиции высших смыслов, то это задание в нем трансформируется в желание сломать всю окружающую реальность под себя. И даже для меня однажды восхитил термин синоптические поля, то есть бывает, человек находится в тюремной камере, почему мы знаем, да, христиане выживали. Они дальше этот райский сад строят, но уже в своем сознании, выстраивая добродетели, да, и приводя, ну, в гармонию не только внутри мира, как мы с одним театром еще обсуждали, создают эти нейронные ансамбли в своем сознании. Потом через уподобление ангелам, ну, если бы люди стали владеть добродетелями, они уподобились бы ангелам, соединили бы земной мир и небесный, и весь этот мир приносит дар Богу, и тогда Бог, как ответный дар, приносит людям, чем он обладает. И тогда люди становятся богами, ну, не по существу, не по знаку рождения, а по благодати. Но Диалл предложил людям другую модель. Есть много разных описаний насчет того, чем являлся плод. Они не противоречат друг другу, они, скажем, каждый друг друга дополняют, но я возьму только одно. Да, чтоб сейчас времени мало. То, что Антоний Великий говорил, что человеку дано знание добра и зла, чтобы он уклонялся от зла и двигался в благо. Поэтому мне трудно согласиться, опираясь на мнение Антония Великого, что древо познания добра и зла означало, что первые люди вообще были в неведении. У Евы же были какие-то инструменты отвергнуть змея. То есть, да, она должна была, что-то было в ней, что дало бы ей возможность сориентироваться. И один автор говорит, что Бог определил, что в этом мире есть добро, что и зло. То есть, о чем говорит заповедь, не убей? Что если ты убьешь, ты начнешь разрушаться как личность. Заповеди — это не повеление, которое придумали церковники в своих книгах. Это описание духовной реальности. То есть, если ты следуешь принципам, то есть заповедям, ты становишься блаженным еще в этой жизни. Когда в Арсенове оптической справедливости, что это блаженство, если ты следуешь заповедям, ты даже посреди скорбей, страданий, зная, что кругом вот это все очень много плохого, ты можешь найти вот это блаженство. Соответственно, дьявол предложил людям другой план. Не надо совершенствования, не надо любви, не надо дару Богу. Вы просто взламываете эту реальность. Ну, приемли к современной реалии. Это, например, отец говорит своему сыну, сынок, если ты отучишься, последовательно будешь работать в моей компании от низших уровней до высших, ты приведешь опыт, и я тогда тебе, в виде твоей опытности, я дарю тебе все. Но кто-то с улицы пришел, говорит, не надо учиться, не надо работать, у меня есть люди там в каком-то там банке, сейчас давай зайдем в папин кабинет, взломаем его компьютер, все перечислим, и папа входит в момент этой процедуры. То есть, и вот в чем смысл гордости, да, и в эзотерии, которая, в принципе, эзотерика, оккультизм, это такая сублимированная гордость, что это отрицание тех законов, которые творец положил в основу реальности, и эти логосы, как говорил Иван Ильин, они для нас обозначают и тайну нашей личности, одновременно дают нам путь преображения. То есть, мы понимаем суть нас, других, суть происходящего, тогда мы можем возрастать, как бы вписываться в эту реальность. Диал предложил, что нет, ты сам прописываешь эти законы, вот ты хочешь убить, убей, да, и никакой бог тебе в этом не помеха. Ну, и какое было обещание Диала, да, что будет якожи бози, да, ну, кстати, что проецируется и в религиях такого индуистского цикла, что, да, я есть бог, да, ну, и предельная гордость, она как в этом выражается, что человек, выражается, что человек начинает считать центром мироздания, который сам прописывает эти законы, но опять же, человек ждет катастрофа, ты, ну, или тут известный образ, да, что, если ты находишься на девятом этаже, у тебя есть законный способ спуститься на тротуар, лестница, лифт, если ты отрицаешь эти духовные законы, говоришь, я сам себе господин и хочу выйти в окно, ты выйти в окно свободен, но ты не свободен, освободиться от последствий, и поэтому, и плюс еще о гордости составила очень хорошая, ну, некую заметку епископа Александра Семенов-Тяньшански в своем катехизе, и он как описал гордость, другой автор, кстати, тоже сейчас скажу про падение Дениса, Лев Александрович Тихомиров, он говорит, что образ падшего духа и смотрит на него практически, да, он для нас является, ну, то есть мы можем понять его логику, потому что человек в момент охваченности предельной гордыни, он уподобляется демону, с точки зрения человеческой логики такой человек совершает абсолютно неадекватные, непонятные вещи, но это логика уже как раз падшего духа. Сейчас я скажу про Александра Семенова-Тяньшанского, что это за логика, это было как раз в воспоминаниях Ефрема Филофейского такой эпизод, что был одержимый юноша, театры отрицают существование падшего духа, но не могут объяснить феномен альтернирующей личности. Вот у него как раз была вот эта альтер-эго, молодой человек, в котором был дух публичной женщины, вопрос о трансгендерах, то есть в нем было нечто, которое на образах развратной женщины публично что-то вещало. Причем это молодой человек, понятно, что он страдал. И однажды ему отец своего стиха сдал задание творить Иисусу в молитву. И когда, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, это нечто завопило, какое помилуй, это он должен просить у нас прощения. Нас за какую-то там гордость изгнали из рая, это он пусть просит прощения. Вот эта суть гордости, гордость человека, он не может примириться, потому что ему кажется, что это полностью перечеркивает его личность. Вот епископ Александр как писал, что люди и сотворенные духи, то есть ангелы, были созданы как сообщающие сосуды. То есть постоянно наполняя содержание, мы должны содержание передавать друг другу. Кстати, в этом есть и намек на учение церкви, да, о дарах, то есть у каждого человека есть некий дар, но мы эти дары используем не только для себя, но и для других. И тогда Святой Дух как источник дара как бы проходит сквозь нас и помогает нам решать наши личные какие-то проблемы. Но по некой неизнимой прихоти высших сотворенных духов Деница, самый прекрасный, да, и был такой еще духовный автор, священномущик Александр Миропольский в своей книге «Любовь в существо христианства» он писал, что Деница был вообще посредником между Богом и ангелами. То есть для ангелов он считался высшим тем, через кого они общались с Богом. И что вот такая слава и такая красота, которую он обладал, привело к мысли, что он сам является источником этой красоты. Да, кстати, что очень опасно для людей творческих, то есть когда творческий человек не приходит в своем творчестве к любви к Богу и к людям и сам начинает с себя источником этой красоты, то его творчество деградирует. Вот как можно прокомментировать слова епископа Александра? Почему люди творческие они срезаются на гордости? Потому что первоначально творчество если воспринимать как жизнь творчества, не обязательно искусство. Мы воспринимаем этот материал, с которым строим собственное умозаключение из общения. Мы с детства с кем-то дружим, общаемся. Кто-то нам говорит про книги, и мы вот этот материал впитываем, но потом, естественно, мы как-то в себе его обдумываем и рождаем собственную рефлексию. Но когда у нас начинает что-то получаться, первый успех, мы считаем, что мы в сами себе, господа, и вот этот благодетельный обмен с окружающей реальностью пресекается. То есть мы перестаем вникать в людей, читать хорошие книги, потому что мы считаем, что все авторы это мимо. И тогда получается вот этот коллапс, как бы, да, какая-то духовная жила перемыкается, но наше сознание не может быть в пустыне, наше сознание начинает из себя производить тогда образы, фантазии, суррогаты. Кстати, еще к вопросу о гордости, да, вот один обратившийся из буддизма человек, он когда читал святых отцов, как раз увидел, что святые отцы предупреждали об одной ошибке ума во время Иисусовой молитвы, но эта ошибка ума, он понял, что буддизм пошел по этой ветке. То есть ум это орган общения с Богом, и если это общение не происходит, этот ум начинает сам из себя производить суррогаты, фантазии. И вот как раз, говорит, мы в буддизме эту жизнь ума считали заподлинную, хотя это была фантазия. Вот, соответственно, отсекая себя от других сотворенных существ, от Бога, Деница не мог жить в этом пустыне, он стал производить из себя вот эти суррогаты. И, соответственно, лекарство против гордости, да, это вот в том числе и благодетельный обмен. Ну, и я специально долгое время выписывал цитаты святых отцов на тему гордости, потому что я, когда готовил книгу о наркомании, еще одну мы издали, вторую еще нет. Как раз, что если корень всех зол — себелюбие, да, то любовь — это высшая из добродетелей, и заповеди любви, они противостоят развитию гордости. И гордости против смирения, и любовь. И, соответственно, тот человек, который развивает эти два качества, он использует и те духовные принципы, те духовные движения, которые творец дал ему, но уже реализует в каком-то конструктивном ключе. Вот вы говорите корень всех зол — себелюбие, но апостол Павел говорит сребролюбие. Так все-таки в чем корень зол? Ну, себелюбие — это производное, что для гордого человека деньги становятся, ну, можно сказать, что инструментом для реализации его гордости, его планов. Но здесь уже можно сказать, что вот эти все схемы разделения, они носят уже какой-то металлургический характер, надо еще смотреть в каких условиях. Это говорит, я уж не хочу толковать апостола Павла, у меня нет ни ума палата для этого, да, но если можно произвести логическую, если апостол Павел писал для людей, которые находятся в социальном пространстве, для людей, находящихся в социальном пространстве, действительно, это так. Но если мы берем уже, сказать, мистически саму основу, то это себелюбие. И об этом, кстати, удивительно написал сочинник Александр Ельчининов, вот его статья «Демонское тверденье о гордости», всего несколько страничек, но сколько раз уже к этой статье обращался, всегда он вызывал какое-то восхищение, ну, глубиной проникновения в суть явления. Могу вкратце эту статью просто перескать, потому что там он, в принципе, описал и идею творческой стагнации, и идею зависимого поведения, да, и идею, как вот, гордость, и гнев, и наркотики, он написал схему, если вот обратиться сейчас к аддиктологии, аддиктологи говорят, что, в принципе, схема аддиктинной расстройства, она одинаковая. Конечно, есть разные варианты, там, интернет-зависимость, там, еще что-то другое, но если мы исходим с того, что гордость, это фиксация человека на собственной модели, эта модель у человека, у кого-то может быть, что я хочу, чтобы меня любили, уважали, чтобы у меня там было много машин. Я знал человека, который говорит, что если у меня было мало денег, и считал себя неполноценным, что привело потом к проблемам, потому что шли новогодние распродажи, и он собирал по магазинам выручку, и он, в общем, присвоился эту выручку, потому что он, когда у него было мало денег, считал неполноценным. И Александр Личининов говорит, что гордость иногда начинается, ну, у людей, в принципе, талантливых, которые сами по себе не горды, то есть, гордость иногда может начаться с хорошего самочувствия, с какого-то удачного предприятия, вот то, что мы говорили про гнев, зарождается, это доминанто восприятие, и человек на первых стадиях гордости, он еще не производит впечатление такого одинокого и замкнутого. Финальная, кстати, стадия гордости очень хорошо была показана в мультике, где Джим Керри озвучивает, да, «Похищение Рождества», да, «Похищение Рождества», по-моему, не, не «Гринч», «Похищение Рождества», а «Рождественская история», как та, где он играет в этом Скрудже, который всех ненавидит, да, у которого только, вот у него как раз и корень всех золота серебролюбия и гордыня, то есть ничего про себя не знает, и как вот сейчас я скажу в статье Александра Личининова, что Господь бывает попускает человеку какую-то жизненную катастрофу, которая разбивает все эти планы человека о себе самом, и человек сталкивается с этим каким-то неспособностью решить этот вопрос, и он начинает все-таки приходить к новому взгляду на реальность, вот как этот Скрудж в итоге пришел все-таки к любви к ближнему, и человек на первых стадиях щелкает пальцами, хохочет без причины, иногда демонстрирует специфический вкус в еде, то есть всеми силами он показывает, что он оригинальный, но на первых стадиях это может не столь опасно, опасные тенденции начинаются тогда, когда человек ставит себя над другим, он считает, что его взгляды это все, другие неинтересны, он вклинивается в разговоры других, нет, я вам лучше расскажу историю, нет, я лучше знаю случай, и постепенно развитие вот этого духовного болезни, ну мы болезнь берем не в биологическом смысле, а в духовном, хотя развитие духовной болезни, как говорил Евгений Тихомиров, однофамилец Льва Тихомирова, что те процессы, которые происходят все-таки в душе человека, ментальной пространстве, сопровождаются физиологическими изменениями, то есть переписываем нейронных сетей, формираем той самой доминанты, которую начинает человека деформировать, и он уже потихоньку начинает навязываться точку зрения окружающим, да, в результате начинаются конфликты, гордый человек начинает обращаться, ему-то кажется, что он ко всем с душой, но все другие, а другие видят в нем агрессию, и он считает, что другие просто неблагодарны, они не хотят меня слушать, кстати, вот эту статью Александра Личнинова я иногда в своих работах разбирал публикает наркомании, точно так же наркомания начинается у человека, ему кажется, что у него какая-то эйфория, он хохочет, потом начинает просить деньги у окружающих, они ему отказывают, и он говорит, вы все плохие, вы не хотите в мое положение, и говорит, благо человеку, если его посетят какие-то большие трудности, ну, что значит большие трудности, вот нужно заботиться, например, там мама заболела, твой любимый человек, и сейчас забота о нем тебя отвлекает вот от этих ненормальных идей, и они ориентируют тебя на что-то лучшее, сейчас просто вкратце приведу, если мы сейчас не забудем этого Александра Личнинова, что значит большие трудности, это вот отец хранит любимого, священномученик, да, он описывал такую стадию гордости, которая привела уже к психическому расстройству, ну, которое называется прелестью, оно еще, бывает, оно исцеляемое, если не зайдет уже совсем в очень глубокую фазу, и вот, в общем, в монастыре был послушник, который должен был утром выдавать поварам продукты, но он ходил на ранней литургии, то есть гордость намаскируется по благочестии, и он говорит, слушай, вот ты ходишь на литургии, но, а представляешь, люди приходят на тебя на рабочем месте, и они раздражаются, угодно ли Богу вот твое такое благочестие, и он говорит, я вижу, что он насупился, смолчал, но потом, когда я, значит, сижу в келье, вдруг дверь распахивается, и входит, послушав, с горящими глазами, с пением достойно есть, и он говорит, негодный монах, ты живешь, ну, отцу Краниту, ты здесь живешь столько лет, но не сподобилось тех духовных дарований, которые есть у меня, я живу всего два года, и ко мне уже приходят ангелы, и говорит, я смотрю, у него блеск фанатизма, что еще насчет спорить, мало ли, там, за нож схватится, что-то такое, да, и поэтому я его успокоил, все хорошо, та-та-та-та-та, и давай-ка это, братья, переходи в другой, ну, на другой объект, в другой монастырь, и настоятель другой обители написал письмецо, в котором объяснил суть дела, и тот, этот молодой человек сраный коровник, и работа была столько, что уже было не до литургии, он просто уже, главное, допасти до подушки она у него стала удаляться, и он вернулся уже к отцу Крониду, у него было очень такое же, ну, лицо уже, на котором отпечатлились вот эти прекрасные черты смирения, то есть, когда смиренный человек, у него очень красивое лицо, оно очень спокойно, и самое главное, что этот посудник говорит, что он сам, потому что он был тогда не в адеквате, в том состоянии ему было невозможно ничего объяснить, сейчас он уже понял свою ошибку, и, соответственно, либо человек столкнется с какими-то трудностями, которые его отвлекут от мысли о собственной гениальности, и это сейчас ни в коем случае они не говорят для того, что надо всех будет тормозить, просто одно дело, если вы хотите что-то дать миру, помочь людям, именно ради людей, это хорошо, но если вы хотите написать какую-то пьесу, которая изменит весь мир, и все будут вам руку полискать, то это основа, это очень страшный признак, я знал человека, у которого на этой почве развелось то, что можно назвать биполярным расстройством, он хотел создать пьесу, которая изменит весь мир, и вдруг кто-то в его голове начал на него ругаться матом, пиститатрия не смогла ему помочь, и вот здесь человеку, куда необходимо вот это приобрести качество смирения, либо человек испытает большую любовь, что такое большая любовь, семья это школа борьбы с эгоизмом, потому что ты любишь кого-то, и настолько сильно, что снимается акцент вот собственной персоны, например, мама, она готова ради ребенка, который любит встать ночью, невеста, чтобы, Порфирий Косоколид говорил, что одна пастушка, ну, полюбила своего жениха, и она была пасти овец, и чтобы краткое свидание с ним иметь, она проделала длинный путь ночью по горам, и возвращалась потом к овцам, который послали, для нее этот путь, он не был в тягость, и это, говорит, образ даже нашей любви к Богу, да, что здесь человек любит Бога, для него труд он не в тягость, либо человек как бы увидит красоту религиозного пути и останется в собственном божестве, если вот этого не происходит, болезнь заходит дальше, то есть душа становится мрачной, холодной, человек весь мир делит на мое и не мое, если ты со мной, значит ты хороший, если вот ты не со мной, значит ты плохой, и гордые люди, когда вот становятся, бывают начальниками, либо у них в коллективе начинается трение, они начинают совершать дикие поступки, с ним кто-то пытается разговаривать, но если вы не поддерживаете мою точку зрения, вы все плохие, да, с вами разговора нет, и на каком-то этапе, но на этом этапе человек не разрывает отношения с Богом, но на заключительных этапах он развивает отношения с Богом, да, потому что Бог тебе посылает какие-то вразумления, Бог тебе посылает препятствия какие-то, да, вот когда Наполеон как раз сооружился с такой воспоминанием, что Наполеон, когда из России должен отступать через мост, который шел через Березину, речку, значит Кутузов, он понял этот маневр Наполеона и блокировал этот мост, и когда Наполеон понял, что путь к отступлению отрезан, он в небо грозил кулаком, да, и значит, и Бог становится для тебя источником, те вразумения, которые тебе дает Бог, духовник, твои близкие, которые говорят, что ты идешь к пропасть, они все становятся твоими персональными врагами, и душа мчится на черных мыслях, на крыльях погибели, да, и человека ждет поражения по всем вронтам, да, в плане социального его ждет одиночество, в плане, ну, таком внутреннего самочувствия, его мрак, тоска и отчаяние, в плане духовном, это вечная погибель, да, и, говорит, что же противостоит вот этой болезни, которую вводчик в погибель, вот та самая доминанта, которую мы разбирали к вопросу о зависимости, гнев, если это объединить в некий цикл эти беседы, причем это не просто один принцип, а принцип, как бы, как говорил Академик Томский, возведенный уже в основании, ставшей для тебя состоянием нервной системы, и это, говорит, послушание, любовь, послушание по ступенькам, всему доброму, прекрасному, что есть в твоем народе, всему доброму, прекрасному, что ты слышал от других людей, опять же, не стать рабом чужих мнений, да, ну, как Антоний Великий, когда слышал, что у кого-то, у какого-то аскета есть какой-то добродель, он шел туда, учился у него той добродель, которая была для него характерной, и в итоге он собрал в себе лучшее качество всех, таинственным установлением церкви, да, всем послушание всем прекрасным сыном своего народа, и тогда формируется вот некая обращенность человека к любви, которая выводит его за рамки собственной узкой эгоистической модели. А почему получается так, что у других людей гордость мы видим, а в себе не видим? Что за феномен такой? А и так вот, Иоанн Кроштатский говорит, что мы так созданы, чтобы иметь нужду друг к другу, и как раз вот он говорил, по мнению Анастана Кроштатского, это такой вложенный в мироздание момент, чтобы мы не становились гордыми, потому что мы имеем нужду в друг друге. И как раз, вот если мы еще успеем поговорить, как гордость связана с измененными в состоянии сознания, это очень страшное явление, попав в которое, человек не может адекватно снижать, что с ним происходит. У Марка Подвижника были такие слова, что помни о Боге, когда ты можешь, что Бог исполнил тебя, когда ты не можешь. Соответственно, когда ты уже попал в измененную в состояние сознания, выхода из него практически нет. Но, если ты до вхождения в это состояние привык все-таки советоваться с другими, привык не ругаться с ними, если поругаться, привык просить как-то, ну, изменяться, то, когда ты входишь в это измененное в состояние сознания, где попадаешь в коррект кривых зеркал, где все тебе кажутся врагами, на уровне мышления ты попадаешь в ловушку, но на уровне телесных навыков все-таки ты не совершаешь диких поступков, телесные навыки тебя выводят. И мы, да, друг друга, мы себя не видим, и поэтому здесь очень важно, что если даже самый совершенный духовник, есть, конечно, уникумы, такие религиозные гении, которым Господь, наверное, дает, это зрение своих грехов, но даже самый совершенный духовник должен иметь своего духовника, особенно для священников, это вдвойне актуально, потому что это сплошь и рядом происходит. какой-нибудь горящий духом батюшка, у него все получается, вот та же самая, то же самое Деницы, да, в церкви, кстати, нет учения посредники, это люди говорят, мне не нужно посредник между мной и Богом, никакого учения посредники нет, да, Игнатий Меречник говорит, что духовник — это стол, показующий тебе дорогу, то есть ты идешь к Богу сам, просто духовник тебе помогает, но опять же, получается, что пока ты не обрел Бога, духовник для тебя, вот некая вот указующая Богу стрелка, и некоторые священники, когда начинают хорошо, но если нет духовного руководства, вот начинается вот это ощущение, что это ты являешься источником, да, всего, ты начинаешь замыкать прихожан на себе, и создается такая какая-то некая религиозная группа, напоминающая секту, а иногда и вообще такая раскольническая, сектантская группа, и такое ощущение, начинает рушить вообще жизни людей, кстати, Патриарх Кирилл в своем докладе на Патриархеальном собрании в 2004 году об этом предупреждал священник, что не делайте безапелляционных утверждений, которые могут привести жизни людей к краху, вот как раз человек теряет критику, и поэтому мне, мы духовник говорили, что пусть ты трижды там мудр, и все познал, но ты должен сам смиряться, иначе если ты оторвешь от своего духовника, тебя может занести вот туда, куда занесло Деницу. Вот какие-то конкретные советы по борьбе с гордостью для простого человека? Ну, можно сказать, что простые люди не всегда видят гордость в нечто плохое, и, к сожалению, люди уже постигают, что гордость это крушение души, когда к этому крушению придут. Прежде чем, может, советы, надо показать, что еще последствия, вот был как раз в книге Отечник, Игнатий, Игнатий, где причинно описан случай, когда один человек пришел в обитель, стал духовным сыном одного известного аскета, но вот у него началась брань на своего духовного отца, когда он спал, я бодрствовал, когда он бодрствовал, я спал, когда он ел, я молился, когда он молился, я ел. И потом я ушел с ненавистью к нему и стал всем рассказывать, что мой духовный отец колдун, и действительно, демон так воздействовал, вот я с одним духовником общался, да, действительно, вот такие феномены очень, кстати, интересные, некая трансляция в сознание, в мозг человека какой-то картинки. Мы сидим, мы не видим здесь, вот здесь человека, а кто-то видит. И, конечно, гордый человек, это как, так как ты правильно скажешь, что Бог гордым противится, смиренно дает благодать, если человек начинает гордиться, у него начинается спектр психических расстройств, да, потому что гордость и злость это основа вообще психических повреждений. Если мы не берем органические поражения, это то, что человек делает своими руками, и на этом этапе человеком, в его сознание начинают происходить тяжелые феномены, которые приводят к очень мучительным состояниям. И вот, когда его духовник молился в Идальском храме, ну, в нем уже не было никакого идальского культа, уже это просто был, так сказать, остаток архитектурного какого-то наследия. Но первых христиан было это такое некое правило, они молились вот в Идальских храмах, преодолевая молитвой тот негативный, как бы, духовный контент, который сформировался на этом месте, да, но этому несчастному юноше демон прямо влагал картинку, что прямо этот его духовник занимается сексуальными там взаимодействиями с кем-то. И он пошел всем рассказать, что мой духовник колдун, и в итоге он впал в просто настоящую одержимость, он кусал свое тело, поедал свои поражения, и его связали, сковали цепями, принесли вот в пустыню к его Айве, чтобы Ава на нем жалился и прочитал неморазвительную молитву. И перед тем, как простить его, Ава сказал, ты познал, что гордость это основа всех, грубая, проблем? Он говорит, да, я познал, тогда встань и будь здоров. И поэтому гордость, да, завод человека в полный тупик, в полное одиночество, от него отворачиваются все близкие, ну и чтобы, соответственно, не впасть в это, если сейчас мы не берем какую-то супердуховность, да, хотя бы начать привыкать извиняться. Вот слово пацана недавно проявил на экранах, пацаны не извиняются, да, это к чему приводит? К закрепленным ошибкам. То есть ты не готов пересмотреть свою точку зрения. Если у тебя с близкими конфликт, если ты осознал, если ты не извинишься, ты не восстановишь отношения. Все же прекрасно знали, за чего конфликт произошел, да, все-таки, как и Александр Личинин говорил, что, ну, все-таки, когда он дает практические советы, да, кстати, можно почитать его статью, да, «Демонское твердение о гордости», и вторая статья, очень коротенько, «Беседа перед исповедью». Но дыма без огня не бывает, конечно, мы знаем, что иногда люди не справедливы в своих технических замечаниях, но иногда они дают какую-то рефлексию. И если ты не хочешь впасть в гордость, ну, будь добр туда прислушиваться. Понятно, не всегда слушать всех и во всем, но иметь в виду, а вдруг они правы, хотя бы навести справки. И вот можно привести некий такой пример о прощении, который исцеляет человек от гордости. Вот Вениамин Федченков рассказывал, что будучи еще семинаристом, он как-то посетил Зосимовскую пустынь, ему показался мотив, ну, напево очень медленное. А, да, да. И он встал на клирос и стал регентовать, и он так, я так стал пободрее петь, и мне даже показал, что прихожане даже так воодушевились, и вдруг старец этой пустыни из алтаря посылает человек, говорит, уберите этого, как бы, с клироса. И его убирают с клироса, и у него возникает такая обида, как это так? Я же пел хорошо, все должны были проникнуться этим пением. И он, его начинает гордость душить. Он решил себя измотать физическим трудом, ходил там, спускался во враги, поднимался наверх, тело мое изнемогало от усталости, но вот этот негатив во мне кипел. И когда я понял, что я уже не справляюсь, не увожу эту ситуацию, я решил просто прийти и попросить прощения. И я говорю, батюшка, простите, я на вас осерчал. Она говорит, и ты меня прости, я человек гордый. И как только я извинился, у меня вот это все состояние сошло. И действительно, здесь иногда гордым людям очень трудно просить прощения, потому что особенно в измененном состоянии сознания, кажется, если ты попросишь прощения, мир рухнет, но он не рухнет. Наоборот, ты приведешь союзников. На самом деле, мне очень импонируют те люди, которые даже на меня, ну, не только на меня, вообще готовы накричать, натопать ногами, но потом обдумав, имеют, ну, слушай, брат, я тут все раскинул, был неправ. Ты понимаешь, что с таким человеком можно иметь дело, а с парнем и слова пацана, который, ну, совершает полный беспредел, даже, ну, ради интереса просто смотрели, но там даже, даже по этим понятиям, ну, по понятиям, парни совершают беспредел, как бы, да, и если нет никакой рефлексии, что можно прогнозировать? Ну, скорее, что гибель. У меня один человек, когда как-то мы шли, ну, немножко там покричали, ну, не нас просто покричали, вот такие, типа, парни, которые с фильма этого показаны, и у меня один человек, который вот уже знал этот континент, говорит, слушай, не бойся, просто, говорит, находится тот, кто их приколачивает, да, то есть они, они, в принципе, долго не живут. И к вопросу о прощении, вот сейчас идет такая дискредитация смирения и прощения, в частности Джудит Херман в своей книге «Травма и исцеление», есть там положительные моменты, ну, это известная книга, она разбирает вопросы военнослужащих, избитых и изнасилованных женщин и так далее. Там в книге много ошибок, сейчас не хочу их касаться, потому что травматический опыт это там другая совершенно тема, но в частности она считает, что у прощения нет терапевтической силы, что прощение это вариант, это нет, некий метод компенсации униженного человека. Кстати, ну, типа, ты меня обидел, я не могу с ним справиться, я сказал, а я прощаю, как бы, да, и ушел с гордостью. И точно так же у Ницше был диалог, я не помню, как точно слово называется, но в переводе, типа, между бедным и богатым. И Ницше считает, что христианский добрый это метод компенсации, униженных, ущербных людей, который заставляет себя думать, что мы в этом униженном состоянии, мы не просто, там, ничтожество, да, а мы, а мы христиане, которые мы со смирением и с прощением подходим к окружающим. На самом деле, прощение — это творческая сила, да, которая помогает человеку освободиться от гиперфиксации на собственных переживаниях. Вот если на город посмотреть, вот так, чуть расширить понятие, и вот как раз известный был роман, не роман, а автобиографическое повествование Эрика Ломакса, возмездие, он был английским офицером, его пытали в Японии, и он 30 лет не мог справиться с этим постармонистическим стрессом, расстройством, боепсихической травмой. И когда он узнал, что это японец жив, переводчик, который участвовал в пытках, ну, он не участвовал, он переводил, но просто у Эрика Ломакса у него остался голос переводчика, и он поехал убивать, в те времена в аэропортах еще можно было провозить оружие, не было этих рамок, но идея состоит в том, что когда он увидел, что этот японец готов смиренно принять смерть, потому что он осознал, что его участие в войне было ошибкой, и он решил принять смерть, ну, в искупление вот этого своего какого-то ошибочного действия, и видя, что перед ним не враг теперь, Эрик Ломакса его простил, и примечательно, что вот это здание психической травмы, которую он 30 лет не мог преодолеть собственными усилиями, оно за мгновение просто испарилось, и на его могиле было написано, ненависть не может быть вечной, и поэтому прощение, любовь, это вместе со смирением, это самое мощное, бодрое доминанто, которое тормозит патологическую, да, если вот соединить аскетику с аддиктологией, с психиатрией, и так далее, вот прошлые две беседы мы как раз более подробно разбирали, да, и поэтому вот этот навык к самокритичности, когда мы 5, 10, 15 минут вообще разбираем, как прошел день, ну, и приучаемся советоваться, скажу честно, что вроде бы, когда был, ну, в обители, вроде, вот эта идея смирения, как бы, а ты не читаешь, но усваиваться, оно очень тяжело, и поэтому, вот, очень благодарен Богу за то, что он послал тех, кто стал, ну, как-то наставлять, учительствовать, ну, поначалу, кстати, это злит, да, и одна из этих проблем может быть вот в духовной жизни, когда у тебя появляется духовник, который тебя выводит на какой-то уровень, но потом тебе начинает сказать, что ты сам-сусам, тебя начинает немножко нести, вот как Деницу, да, ты начинаешь входить вот в эту раскачку, и духовник твой, ну, по любви к тебе, говорит, слушай, брат, что-то ты дичь начал творить, да, но так как ты считаешь себя уже гением, твой духовник становится для тебя персональным врагом, потому что он-то пытается тебя остановить от вхождения в патологию, но тебе кажется, он пытается остановить тебя на пути победоносного шествия к успеху. Тормозит развитие. Да, к самореализации. Да. И пришлось, только несколько лет прошло, прежде чем чуть-чуть смог привыкнуть к тому, чтобы советоваться, да, и даже вот сейчас, когда, если надо осваивать новую тему, у меня вот такой отработанный, что ли, момент, я немножко изучал, как формируется измененное состояние сознания, бредовая система, ну, то есть, психоз, и иногда допускаю, ну, по крайней мере, ставлю, а вдруг то, что я сейчас написал, новую статью, вдруг это бред, ну, это же может такое быть, да, и поэтому у меня есть несколько вот людей, кто вот занимается наукой или какими-то областями, с которыми я соприкасаюсь, я просто с ними созваниваюсь и задаю им один тот же вопрос, вот, рассказываю статью, и хотя тебе помысл говорит, ну, что ты звонишь, ты же знаешь, как это все, ты что там, глупый, на самом деле, все-таки опыт показывает, что когда ты все-таки отодвигаешь вот эту претензию на всезнайство, начинаешь советоваться, всегда в результате, может быть, ты то, что люди говорят, ты 90%-то знаешь, но всегда будет какой-то неуловимый процентник, процентник, который даст тебе перспективу, вроде ты все знаешь, но ты исчерпался, и перед тобой все тупик, и этот процентник, он тебе позволяет выйти в новую дверь, и вот даже, кстати, Достоевский говорил, что писал, что были писатели, ну, гениальные, которые действительно, как будто бы они могли дать миру вот очень много, но происходила проблема, когда они фиксировались на самих себе и начинали списываться, то есть, формировался доминантом, грубо говоря, по нашему языку, гордости, начинал себя считать гениальным, а гениальный человек, он свою какую-то мысль, он вращает, кстати, гордый человек, и можно поэтому и узнать, что он одну и ту же мысль, он постоянно повторяет в разговоре, то есть, ему кажется, что вы недостаточно усвоили глубину его, и он постоянно вас прерывает, возвращает к собственной мысли, и вот один философ, современный, Кутрик, вот он недавно скончался, хоть был практикующим атеистом, но считал, что ради спасения человечества философия должна объединиться с религией, он как раз считает, что даже это некий такой стиль написания, который тоже выявляет гордость, это когда люди пишут по одной строчке в абзаце, ну, это не по правилам языка, да, ну, то есть, ты считаешь настолько свою мысль глубокой, что одной строчке в абзаце достаточно, и ты приучаешься советоваться, вникать в критику, она тебе может показаться глупой, но все равно, чтобы даже уросить глупую критику в твой адрес, все-таки приучайся себе, что ты не можешь сделать это без оснований, лишний раз посоветуйся, и когда у тебя будет, ты посоветовался, почитал, и у тебя взвешено, нет, все-таки, вот эти такие, эти и эти маркеры показывают, что все-таки я был прав, поэтому эту критику мы отодвигаем, но даже этот процесс, проделанный тобой, все равно будет для тебя благодействием, ты укрепишься в своей, ну, какой-то в точке зрения, а бывает, что, может быть, критика автора была в корне неправильна, но размышление над этим придет тебя все равно к чему-то, даже Эдвард Эбона, такой современный автор, он описывает принципы латерального мышления, ну, такого творческого мышления, которое помогает человеку, ну, мы попадаем в некую матрицу мышления, не можем из него выйти, он предлагает обходные пути, вот если бы у человека было такие качества, как смирение, как любовь, как способность воспринимать критику, все, о чем пишет Эдвард Эбон, он бы автоматически усваивал, ну, просто там в латеральном мышлении есть такие приемы, если люди, например, исчерпались, не могут создать новую модель самолета, можно сделать такой, ну, давайте сделаем самолет, который летает кверх пузом, вроде это бредовая идея, но когда мы будем ее размышлять, мы можем придумать какие-то закрылки, какую-то иную систему подачи топлива, и когда человек, он не отбрасывает критику, а пытается с ней задуматься, все равно он приходит к чему-то конструктивному, и у человека формируется какой-то навык, вот этот буфер безопасности, по крайней мере, вот как и на тем причинам, говорит, что хочется тебе сделать что-то там такое хорошее, притормози, свечи с Евангелием, ну, ты можешь сказать, если я есть духовник, посоветуйся лишний раз, и в этом ничего плохого нету, я вот часто вспоминаю, слава моего товарища, он сейчас православный монах, раньше был буддистом, бизнес, где такие криминальные моменты, то есть к православному пришел уже зрелый мужчина, ну, ну, с определенным весом, в определенных кругах, и когда у него появился духовник, он говорит, что, батюшка, вот надо мной мои друзья смеются, что я к вам хожу, мол, я живу чужой головой, он говорит, я живу чужой головой, когда тебе нужно принять решение, ты все взвесь, все изучи, но перед тем, как ты будешь давать окончательный ответ, ты просто приди, мы посоветуемся, и это, мне кажется, прекрасная идея, потому что такой человек, по крайней мере, он имеет больше шансов выскочить из патологии, потому что мы еще не успели озвучить измененное состояние сознания, потому что страсти, в том числе гордость, счастливая погружает человека в измененное состояние сознания, когда ты просто не видишь адекватно происходящее и совершаешь фатальную ошибку. Очень, наверное, последний вопрос, вот сейчас прозвучало слово самореализация, есть такая мысль, что современная наша цивилизация воспитывает в человеке дух гордости, это с детства начинается, когда ребенку говорят, ты самый красивый, самый умный, ты должен быть лучше всех, потом он подрастает, в нем воспитывают лидерские качества, возможно, он проходит тренинги личностного роста, и с другой стороны, действительно, а как человеку чего-то добиться в этом мире, если у него нет лидерского духа, вот об этом можно? Я отвечу, у Эрика Фрома, но это не наш автор, я так понимаю, что у него буддийское было направление, но некоторые мысли можно взять на вооружение, у него была книга «Быть или иметь», то есть два принципа «бытия», «быть» — это когда ты вступаешь с «бытием» в какое-то творческое взаимодействие, не в смысле искусства, вообще, как бы, да, обмениваешься данными, иметь, когда ты хапаешь все для себя, и вот когда раз говоришь, что человек, живущий по принципу «быть», он даже когда учится, легче запоминает, то есть даже наши какие-то познавательные функции, они тесно связаны с таким качеством, как эмпатия, если у тебя нет эмпатии к учителю, как ты будешь запоминать? Если ты считаешь, учителя низким человеком, вообще ничтожеством по сравнению с собой гениальным, то ты даже не сможешь сконцентрироваться на словах, и как раз поэтому мне непонятно, о чем думают родители, которые с детства приучают своих детей, что вы прилижете к особому какому-то статусу, касте. Кстати, если почитать книгу Муравьева «Как воспитывали дворян», сейчас это немножко шаг в сторону, да, примечательно, что даже высших дворян все-таки воспитывали способных к простому труду, и поэтому жены декабристов могли поехать со своими мужьями в Сибирь, и какая-нибудь дворянка могла деть простое платье, наколоть дрова, то есть это была определенная доброительность, умение жить в простых условиях, и поэтому они не были вот столь изнеженными. Ну, потом, конечно, дворянство стало где-то вырождаться, но первоначально эта идея была, что отличает сырьяных олигархов, да, и вот даже дети Николая Второго, которые участвовали в ярмарках, продавали пирожками, его дочери работали во время Первой мировой войны медсестрами, вот, и, соответственно, детям привиты струты особенные. Как такие дети, особенно если при них родители говорят, что все учителя ничтожества, живут на ническую зарплату, как такой ребенок сможет учиться, если для него статус учителя нулевой, и поэтому даже ради безопасности, ради инстинкта самосохранения все-таки родителям, мне кажется, надо немножко ребенку давать понять, что есть люди в твоем окружении, ты должен с ними считаться. Мы, говорили с одним американцем, который путешествует по миру, я не понял, когда его проект называется, он снимает фильмы, кстати, это не пропаганда православия, это просто, я от него слышал, он общался с представителем всех религий, более 200 фильмов снял, не понял, как проект называется, но в Штатах это какой-то там такой как бы многосерийный, наиболее гнева про нас общаться с православными. И он говорит, ну в чем у нас проблема в Штатах, что ребенку в школе ты лидер, там в институте ты лидер, и его никто не учит, что такое справляться с разочарованием, и в итоге он выходит в большой мир, попадает на крупную корпорацию, тысячи человек, и у него есть новинное убеждение, что стоит ему только топнуть ножкой, стоит ему только резать эти примитивные лидерские качества, что все кругом возьмут и подчинятся. Но никто не подчиняется, потому что все это проходили, еще им и по шапке получают, да, и что тебе делать, когда ты получил по шапке, и он не знает, и это какая-то катастрофа. И первый, кто пожнут, мне кажется, катастрофу, это будут родители, да, потому что если ты самый лучший, он привык ни с кем не считаться, первым, с кем не будет считаться, на ком он отработает свою эту идею, это будут родители, да, родители станут, возможно, для него просто источником финансовых ресурсов, пока он не обретет самостоятельность. И вот есть одна передача, где я показываю детский талант, не буду называть какую, чтобы избежать лишней полемики, но вот есть книга Никольской, такая, ну это неверующий автор, но в книге раздела религия спорный, но где она пишет об аутизме, это очень хорошее, то есть она пытается описать психологическую норму, исходя из аутизма, и она как раз говорит, что для аутист, есть аутисты не в том, не только те, кто просто в изоляции находятся, не воспринимают окружающий мир, а такой некий аутистический спектр, у детей некие предпосылки, и для них, соответственно, они очень виртуозно делают то, что им нравится, например, могут крутить на одну пальцу тарелку, если им это нравится, но не могут просто освоить, почистишь зубы, и поэтому она считает, что все-таки вот этот пик нужно чуть приглушать, чтобы ребенок не уходил в эту бесплодную ветку, а остальные потихоньку поднимать, ну что получается в серингх родителей, вот эта передача, где детские таланты, то есть ребенок, например, может обыграть шахманы такой игросместный, но а в целом в жизни как он, да, и получается, и так, конечно, у ребенка есть таланты надо двигать, но я имею в виду, что иногда у человека бывает, ну, в виде какой-то мании у ребенка, вот зацикленность на каких-то так областях знаний с полным игнорированием всего остального, причем какое-то отвлеченное знание, и вместо того, чтобы человеку, все-таки ребенка ориентировать на конструктивную связь с окружающими, да, напитывать чем-то лучшим, родители еще восхищают и подыгрывают его вот этой пиковой активности, что потом может привести вообще к отрыву от реальности. Ну и последняя, есть книга, мы в одном из эфиров, кажется, мы разбирали, хоть и американская, но она мне нравится, потому что на 99,9% она идеально наслаивается, ну если там какие-то нюансы их не рассматривать, на вообще православные евангельские мировоззрения, это лидеры племя, то есть там пять уровней корпоративной культуры, что первый уровень это все плохо, да, когда люди не убирают рабочие места, ругаются, эта команда никогда ничего не создаст. Второй уровень человек осознал, да, что я прекращаю ругать реальность президента, патриарха, всех остальных, соритающих на себе, и я вдруг понимаю, что у меня нет навыков, вот у меня все плохо, по крайней мере, человек начинает видеть объективную реальность и ее как-то исправлять. Третий уровень это я крутой, и большинство бизнес-книжек написано вот лидерские качества только это, но в чем здесь трагедия, что такой человек он никогда не может сработать в коллективе, ведь чтобы у каждого человека есть какая-то своя мечта, если мечту рассматривать не как там фантазию, а как проект будущего, то есть какая, ну, людей, что признание других, да, или у тебя есть какой-то там, не знаю, мечта, фильм какой-то снять, или что-то, открыть магазин или какую-то компанию, какие-то технологии какие-нибудь, но это можно только сделать тогда, когда рядом с тобой единомышленники, но человек, который как гвоздь, вот бывает, хор, гениальный какой-нибудь певец, но если он не способен служить других, он как гвоздь портит работу всех, и человек сталкивается с невозможностью добиться того, чего он хочет на этом уровне, и поэтому люди, ну, все-таки, если сказать, здесь смиренные, они способны выйти на другую роль, мы крутые, когда ты понимаешь, что только сообща мы можем сделать большое дело, и ты должен начать понимать, что не ты звезда, как вот, знаете, вот этот маленький принц, там, одна планета, один взрослый, ну, может, некая метафора, что этот взрослый, он просто никого не видит вообще вокруг, у маленького принца хоть он розу видел, да, но здесь проблема в том, что на этом четвертом уровне нужен враг, вот это сообщество группируется вокруг противостояния либо врагу в виде страны, другой компании, даже в виде какого-то там принципа, мы боремся там с низким качеством обслуживания, но вот пятый уровень, и авторы, проблема в том, что они не могут, они не описывают ключа к достижению пятого уровня, они просто свидетельствуют, что эти уровни, они есть, но как достичь, они не воют, а это, кстати, вот евангельское мирозврение, когда людям настолько им хорошо вместе, настолько они умеют слышать друг друга, да, что они способны создавать прорывные технологии, им не нужен враг для того, чтобы развиваться, но опять же, чтобы это единство существовало, нужна, в целом, аскетика, ты никогда не сможешь удержать единство с другим человеком, если ты не готов смириться, бывают же рабочие моменты, ну, конфликтные ситуации, если ты горд, ты просто не сможешь пережить, ты будешь день это в себе держать, а потом выпалишь и разрушишь отношения, вот у меня был один знакомый, у него были помощники, и он говорит, вот дурак, вот что на них накричал, вот что ты вот такое, взбеленилась, на них накричал, все, разрушил отношения, и все, ну вот у меня теперь нет помощников, да, и, соответственно, если человека учить, конечно, просто следовать своему пути, но он достигается все-таки другим, когда у человека появляется вот это ведение, знание, картина мира, и тогда человек понимает, в чем истина, истина состоит, да, то он понимает, что мой путь таков, я с него не сверну, но не потому, что ребенка объяснили, что ты лидер, что такое на примитивном уровне лидер, это заложник собственных мнений, то есть, если человек мнит себя лидером, вот есть такие типы начальника, они очень ревниво относятся к своей власти, но что получается, он принимает ошибочное решение, которое вредит всем, но он поставил дело так, что никто снизу не может до него донести, что вся система страдает, все-таки начальник более-менее смиренный, конечно, он тверд, но он создает в структуре какую-то систему, когда все-таки снизу может дойти сигнал, что твое решение, оно ошибочное, ты можешь пересмотреть, и тогда система может как-то динамически развиваться, но не потому, что ты просто решил, что мое я, это трижды я, да, потому что ты понимаешь общий ход действия, понимаешь, что ты людей, и тогда у тебя вырисовывается направление, и счастливы те родители, которые с детства людей научат, и последнее, что я как раз знаю одну женщину, я в восхищении был от ее идеи, что она, ну, обеспеченная семья, но они сейчас хотят все-таки как-то отблагодарить Бога, потому что их семья, она вот-вот могла распасться, но вот как-то все восстановилось, и не просто вложиться в благотворительность, мы с ним как разъявили, если вы хотите заниматься благотворительностью, не просто вы должны жертвовать деньги, а вникать, и она хочет именно детей потихонечку, ну, привлекать, что вот давать им какие-то поручения, с детства приучая их состраданию, к милосердию, такой человек даже станет, ну, начальником, твердым, но он будет способен вокруг себя объединить коллектив, главное, как качество серийного менеджера, это же не религистские качества, это способность понять людей, из которых стоит коллектив, как бы объединить вокруг себя, мотивировать и вот работать на создание этого единства, и уж совсем последний, да, и только тот, у кого есть это, вот, способность критично отнести к себе, способность к смирению, только тот человек, кстати, вот это Дэвид Таллин говорит, он может стать настоящим руководителем, Дэвид Таллин описывал, что для меня лидерские качества это ничто, для меня настоящий руководитель тот, когда будет все просто по швам разрываться, рынок будет вообще уходить в ноль, настоящий руководитель, тот, кто просто сумеет бесстрастно, спокойно отдавать на этом кораблю, который вот-вот утонет, приказы и спасать ситуацию, но чтобы ты мог отдавать эти приказы, оставить спокойно, тебе нужно качество смирения, то есть у тебя ум бушует, но ты способен сейчас это все отодвинуть, и вот мы разбирали, да, пять навыков при взаимодействии, выхода из страстных этих ситуаций, вот человек смиренный, он сможет отодвинуть вот эту свою панику, да, или он сможет, по крайней мере, не проецировать, если паника есть, на своих подчиненных, потому что человек гордый, когда он начинает, ему становится плохо, он всех начнет кричать, или капитана спортивной команды, да, кто-то там пропустил мяч, наоборот, надо игрока поддержать, а кто-то начинает кричать, и твой игрок впадает в ступор, и начинает пропускать еще больше, поэтому родители, те, кто вот так тупо и кондово воспитывает, затачивает своих детей, и начнут собственные исключительности, в итоге пожнут катастрофу, но я просто учился в двухтысячных, в заведении, где было очень много отпусков семей, пошли первые капиталы, и дети воспитаны в такой парадигме, уходили в зависимости, в аддикции, ну, в какие-то непонятные истории, и родители не получали наследника, который возьмет твое дело в руки, скорее получали тех, кто начинает просаживать все, что ты накопил. Спасибо, отче, за этот разговор. Ну что ж, говорят, врага надо знать в лицо. Мне кажется, что образство врага, православного христианина, гордости, мы сегодня набросали, и кому-то даст Бог, это поможет в борьбе со страстями, и наипаче самой опасной страстью, страстью гордости. Батюшка, спасибо вам огромное. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok